23 апреля на 71-м году жизни скончался протеерей Владимир Верига. Всегда открытый и жизнерадостный, он умел находить общий язык с разными людьми. Никогда не отказывался от участия в различных культурных мероприятиях, вел активную общественную деятельность. Многие помнят его участие в церемонии освещения призовых чаш на фестивале телекомпании Московской области «Братина». Благословляется и освещается Братин Исиим! «Окропление воды священного имя Отца и Сына и Святого Духа». Отец Владимир приезжал и в Дмитров, чтобы поприветствовать журналистов из разных городов России и всего мира. Фестиваль «Братина» начался с молитвы. И молитвенное благословение, которое легло на эти призы, на эти «Братины», они будут нести большую нагрузку для того, чтобы таланты, получивших их, еще более расцветали и умножали радость, счастье и любовь в нашей земле. Близкие отца Владимира рассказали, что он, родившись в обычной советской семье, папа военный, мама врач, со школьной скамьи необъяснимо тянулся к вере. Владимир Евгеньевич самостоятельно принял решение о выборе жизненного пути. Окончив Московскую духовную академию, в 1978 году был рукоположен в Сан-Диакона. Через год стал иереем, а еще через 9 лет – протеереем. Несколько лет служил в православной церкви в Сан-Франциско. С 1991 года перешел в Ходьковский Покровский монастырь. Это было еще до возобновления там монашеской жизни. С 1993 года отец Владимир был штатным священником обители, привлек туда реставраторов и вообще приложил много трудов к тому, чтобы монастырь стал таким, какой он сейчас. В том же 1993 году отец Владимир стоял у истоков создания иконописной мастерской Александрии на Преображенском валу в Москве и окормлял ее до конца своих дней. Иконы, выполненные в Александрии, всегда узнаваемы и легко отличимы от других. Даже списки самых известных православных икон имеют свою неповторимую особенность. Они являются их буквальным подобием. Если же и бывает закрыт перед кем дух ваш, то закрыт перед погибающими, у которых зло века сего ослепило умы. Вы же не забывайте, что сокровища сие выносите как бы в глиняном сосуде, чтобы это побуждало вас ступать осторожно и непоспешно. За благословением и молитвой к нему приезжали люди со своими бедами и тревогами. Онкологические больные, бездетные пары. Отец Владимир часто проводил крестины. И причастность к этому, судя по всему, давала батюшке большую радость, чем получение многочисленных церковных наград за свою деятельность. Поздравляю всех вас, братья и сестры, с принятием святого таинства крещения и вхождения в число членов Святой Русской Православной Церкви вновь крещенной Елисаветы. Отец Владимир покинул этот мир под пасхальные звоны в четверг Светлой Седмицы. Сама дата его ухода напоминает нам о том, что у Бога мертвых нет, у Него все живы. Батюшка оставил после себя добрую память и свое благословение.